Добрый день. Сегодня мы планировали с вами разобраться с новым функционалом, который появился в версии 2.5.6. Начну, наверное, с плохой новости, но я думаю, что никого она особо не удивит. Функционал достаточно сырой. Мне пришлось, чтобы в нем разобраться, немножечко попыхтеть. Вот. И, в общем-то, я вынужден сделать вывод, что для того, чтобы использовать вот этот новый функционал на каких-то реальных базах, в общем-то, необходимо его подтесывание и подстройка под те бизнес-процессы, которые существуют. Ну, я надеюсь, что в последующих версиях будет что-то сделано для того, чтобы это все уже с учетом замечаний, обкатываний сделать вполне функционально. Ну, что, мы с вами смотрим версию 2.5.6. Вот. Хочу вам сказать, что у нас уже грядет 2.5.7, и там планируются достаточно серьезные изменения в функционале, который как бы уже устоялся, в частности, в управлении запасами. Вот. Ну, соответственно, когда 2.5.7 появится, я думаю, мы соответствующий вебинар проведем. Итак, значит, что касается дистанционной торговли. Вы уже, наверное, поняли, что это новый функционал, который во многом обусловлен вот тем огромным интересом, который в последнее время по всем известным печальным обстоятельствам стал очень востребован. Да, функционал дистанционной торговли, он раньше-то был достаточно широко распространен, ну, а сейчас это, значит, за прошедший год это был бы едва ли не единственный способ выживания торгового бизнеса. И, естественно, 1С, она как бы, идя в ногу со временем, пусть и с небольшим опозданием, сделала ряд нововведений в систему, которые призваны облегчить работу в дистанционной торговле. Так, я, к сожалению, одновременно не вижу и вебинара чат, поэтому иногда я буду просто на вебинар переключаться, смотреть, нет ли вопросов. Итак, значит, прежде всего в качестве такого вводной части я хочу вам сказать, что и раньше уже существовали определенные моменты, которые востребованы были в дистанционной торговле. Что-то действительно новое появилось. В частности, я вот хочу вам сказать, что сейчас в 1С существует возможность интеграции с сайтом. Вот, значит, здесь в разделе НС администрирования появился вот такой вот пункт, обмен с сайтом. И, значит, здесь можно воспользоваться сервисом 1С УМИ, который позволяет создать сайт по заданному шаблону. Ну, там, в общем-то, ничего такого принципиально нового нет. В принципе, это тот же самый сервер бесплатных сайтов, там, с какими-то вариантами. Естественно, это не бесплатно. Или можно здесь же настроить обмен с сайтами. Значит, его мы с вами не будем сейчас разбирать. Ну, наверное, это тема для отдельного вебинара. Да, здесь можно указать режим обмена данными. То есть туда на сайт уходят товары, уходит ценовая какая-то информация, уходит изображение. Вот, описание товаров. Ну, и, соответственно, с сайта у нас приходят какие-то заказы, которые уже обрабатываются внутри системы. Кроме того, здесь же в разделе НСА-администрирования есть вот здесь посылки обмен электронными документами, возможность интеграции с облачными кассовыми решениями, значит, возможность подключения Яндекс.Кассы. Вот здесь вы ее видите тоже. Вот, опять-таки, это тема для отдельного разговора. Нас сейчас будет интересовать больше вопрос логистике. И мы с вами посмотрим, какие возможности 1С придумала для этой цели. И первое, что мы с вами должны посмотреть, давайте мы с вами пойдем в НСА-администрирование склада и магазина. И посмотрим, какие новые возможности появились при конфигурировании склада. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь вот появился новый функционал, который, значит, предполагает настройку сборки заказов и доставки своими курьерами. Вот, собственно говоря, эта настройка и есть то, что касается использования 1С в работе интернет-магазинов. Значит, какие настройки здесь существуют? Мы здесь можем включить сборку заказов. Причем, возможно, как ситуация, когда сборщиков назначают. Возможно, ситуация, когда сборщики сами назначают себе заказы. Возможно, объединение функционала сборки и доставки. Ну, реализация автоматически, оформление реализации автоматически после сборки – это скорее такая техническая настройка. Ну и доставка своими курьерами – это ситуация, когда вы не передаете в какую-то стороннюю службу, а сами курьерами отправляете. Значит, курьеры тоже могут подбирать сами себе заказы на доставку, либо может существовать диспетчер, который будет заниматься назначением. Значит, курьеры могут использовать автономные кассовые аппараты. Ну, это бывает не всегда. Я думаю, вы в курсе, что многие магазины, интернет-магазины вообще работают только по предоплате. Вот. Могут использовать эквайринговые терминалы. Так. Значит, я уже создал, так сказать, за рамками вебинара, склад, который называется «Дистанционная торговля». И там у меня уже лежит какой-то товар, чтобы можно было вам продемонстрировать отгрузку. Сейчас я поставил вот такую вот настройку. Значит, что еще нам потребуется? Так, давайте я на секунду посмотрю. Так, все нормально. Что еще нам потребуется для того, чтобы разобраться с функционалом? Естественно, нам придется внести в систему людей, которые будут заниматься сборкой и доставкой. И вот здесь уже начинаются сложности. Понятно, что это будут какие-то пользователи. И я таких пользователей уже создал. У меня вот существуют пользователи Андреев, пользователи Борисов. Вот. И предполагал, что Андреев у меня курьер и сборщик, Борисов у меня диспетчер. И вот здесь появилась первая проблема. Значит, дело в том, что когда я создаю пользователя, те из вас, кто делал это, должны знать, я должен подобрать ему соответствующую группу и для группы задать определенный профиль доступа. И вот здесь у нас такая группа, так, сейчас. Да, такие группы есть. Вот, смотрите, я его включил в группу диспетчер сборки и доставки. И я включил его в группу сотрудники сборки и доставки. Это может быть не вполне логично, но я объясню вам, почему я сделал и то, и другое. Дело в том, что помимо назначения прав доступа, нам еще нужно задать доступ к мобильному рабочему месту сборку и курьерской доставки. Ну и в том случае, если мы зададим ему только функции диспетчера, этот человек, этот пользователь не получит возможности работать через мобильное приложение. То есть он будет, ему будет доступна только стандартная форма помощник продаж. То есть, по сути дела, это диспетчер на телефоне будет, который уже в дальнейшем работе никак не участвует. Поэтому для Бориса, вот в ходе тестирования, я тоже вынужден был создать такое мобильное рабочее место. Вот, ну и, соответственно, Андреев. Я ему задал те же самые права, хотя изначально предполагал, что он будет только курьером. Ну, чтобы не переходить из программы в программу, я пошел таким путем. Значит, на самом деле основные права пользователей, они будут определяться вот здесь вот, в разделе склада доставка. Значит, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что в управлении доставкой у нас появилось сразу несколько дополнительных настроечек. Вот, хотя вот сама вот это вот рабочее место доставка, транспортные средства, поручения экспедиторов, они были и раньше. Зоны доставки, они, в общем-то, как бы были тоже, но они... Ой, немножко не туда полез, сейчас, секундочку. Зоны доставки, они были и раньше, но это вот, они были здесь в настройках и справочниках. Вот, значит, здесь у нас появился, появился еще вот такая ссылочка, зона доставки курьеров. Значит, зона доставки курьеров, зона доставки курьеров, это уже привязка зон доставки к конкретным пользователям для того, чтобы облегчить последующее распределение заказов между ними. То есть, если вы присмотритесь, вы увидите, что, по сути дела, это регистр сведений. Здесь доступны для прямого редактирования. Еще раз повторяю, что, ну, пока достаточно сырой функционал. Значит, вот этот вот, сотрудники магазинов, значит, тоже регистр сведений. Здесь мы для любого сотрудника можем задать, какие функции он выполняет. Функции всего три, да, и обратите внимание, что функции привязаны к конкретному складу. Ну, изначально я попытался сделать что? У Андреева есть функционал курьера-сборщика. Ну, давайте я ему функционал диспетчера тоже дам. Ну, Борисов только диспетчер. Что еще у нас появляется из таких специфических изменений в функционале? У нас появляются новые настройки, связанные с денежными средствами. Во-первых, если мы с вами будем создавать кассу предприятия, то у нас появляется новая касса, которая называется, которую я назвал операционная. Ну, это чтобы не путать. На самом деле, вот в этой кассе существует соответствующая галочка. Так. Операционная касса. И вот я не знаю, я боюсь, что вам это не видно. Вот вам реквизит физическое лицо вообще виден, нет? Давайте попробуем вот так сейчас сделать. Вот, видите, значит, операционная касса, если мы ее вводим, да, она уже привязывается к конкретному физическому лицу Андреев. Вот эта вот касса, она, наверное, правильно вот так вот сделать. Значит, эта операционная касса будет использоваться для контроля движения денежных средств по данному сотруднику. Ну, предполагается, конечно, что потом он эти денежные средства сдаст в основную кассу предприятия, если он работает с наличным. Кроме того, значит, сотрудник может, помимо того, что он принимает деньги наличными, он еще может принимать карты. Как вы, наверное, знаете, для приемки платежей с помощью карты существует такой функционал, как эквайринговый терминал. Значит, он у нас находится здесь. Так, по-моему, у меня он вот. И, как вы видите, эквайринговый терминал, да, он тоже привязывается, может быть, привязан теперь к конкретному курьеру, к конкретному пользователю в программе, к конкретному физическому лицу, точнее говоря. Вот, значит, ну и не забывайте, что вообще говоря, все вот эти вот настройки, они должны быть как-то связаны между собой. И для этого придется задать еще рабочее место кассира. Вот, ну, здесь я попытался его сделать, но здесь она не очень хорошо работает. Вот, ну, я покажу вам. То есть здесь вы уже кассу привязываете к конкретному кассовому аппарату, ну и при необходимости там еще и терминал добавляете. Вот, значит, ну, поскольку периферии у меня сейчас нет, да и продемонстрировать ее я вам не могу, а вот придется обойтись вот такой вот заглушкой, которую я сейчас вам показал. Что дальше? Что дальше? Значит, вернемся в склад и доставку. И здесь мы с вами, давайте обратим внимание на то, что есть еще два пункта, с которыми нам придется разбираться сейчас. Это диспетчирование, сборки и доставки. Есть такая сервисная обработка. И это статусы сборки и доставки. Значит, ну вот основные настройки, связанные с дистанционной торговлей, мы сейчас посмотрели. Сейчас мы попробуем с вами вот такую дистанционную операцию прокрутить. По настройкам какие-то вопросы появились у вас сейчас или можем дальше идти? Хорошо, да, можем дальше идти, да? Так, 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 тогда, тогда, тогда мы с вами сейчас сталкиваемся еще с одной проблемой. Дело в том, что существует такая вещь, как приемка заказа. Понятно, что это может быть какой-то оператор, который дистанционно с вами общается, да, там, по телефону или с помощью какого-то мессенджера, и который потом сам вводит это все в базу. Это может быть какая-то настройка передачи, которая заказы скачивает с удаленного сервера. Вот. Но в итоге мы все равно получаем с вами один и тот же документ. У нас появляется заказ клиента. Дальнейшая работа, она будет происходить именно с ним. Но здесь сразу у нас возникает следующая сложность. Дело в том, что 1С рекомендует при работе с функционалом дистанционной торговли использовать вариант работы с заказом только со склада. То есть, по сути дела, у нас все вот эти вот настройки управления товарными запасами, они отключаются. Это не всегда удобно, и я не так уж часто видел, чтобы вот эта вот настройка использовалась. Хотя, возможно, это особенность моего опыта. Вот. Но если вот эта вот особенность не используется, то придется, значит, что-то дорабатывать. Либо, скорее всего, сдать версии 2.7, в которой, как я уже сказал, вот сама эта система резервирования, она протерпевает определенные изменения. Так, значит, ну а сейчас нам придется немножечко поковыряться. Значит, я в рамках подготовки создал типовое соглашение в программе. Значит, называется оно интернет-продажа. Вот. И предполагает отгрузку по розничной цене со склада дистанционной торговли. Все прочие моменты я здесь особо не прописывал. Единственное, что я поставил галочку, доступно для обмена с сайтом. Ну, а теперь давайте представим, что мы с вами выступаем в роли вот такого вот диспетчера, который должен принять заказ от клиента. И создадим этот заказ клиентам. У нас какой-то розничный покупатель. Поставим кого-то из розничных покупателей. Укажем соглашение интернет-продажи. Вот. И здесь мы с вами добавляем номенклатуру. На самом деле сейчас на складе только одна номенклатура. Вентилятор настольный. Давайте предположим, что заказали пять штук. Цена, вы видите, установилась. Ну и действия я сразу же поставлю отгрузить. И сделаю еще один заказ. Ну, предположим, там выберу кого-нибудь еще. Вот так вот. Вот. И предположим, здесь будет уже семь вентиляторов. И тоже поставлю отгрузить. Ну, вот у нас два заказа появились в системе. Что происходит дальше? Значит, дальше происходит следующее. Дальше эти заказы подпадают под диспетчирование. И для того, чтобы работать с диспетчированием, у нас существует рабочее место диспетчирования, сборка и доставка. Ну, вот, собственно говоря, склад дистанционной торговли. Мы можем еще по зоне доставки распределить. Но вы видите, что зона доставки у нас не заполнена. Почему так происходит? Ну, потому что, в принципе, когда мы оформляли заказ, мы должны были использовать стандартные возможности закладки доставка. Обратите внимание, здесь появился новый вариант. Доставьте наш курьер для клиента. И уже на этом этапе мы, в принципе, можем в заказе взять и явным образом указать, кто будет курьером. Ну, мы сейчас укажем, что доставка будет на улицу Яблочная, 10. Дата доставки, ну, предположим, это будет сегодня. И доставку надо осуществить, ну, скажем, с 17 до 18. Вот такие вот жесткие условия поставлены. Вот, значит, и учтите, мы здесь в заказе, в принципе, можем отметить не только своего курьера. У нас возможность сборщика указать того, кто будет собирать этот заказ, тоже есть. Так, значит, и давайте я внесу изменения во второй принятый заказ. Здесь я тоже заполню доставку. Наш курьер до клиента. Так, чтобы я это открою. Да. Наш курьер для клиента. Ну, поставлю, скажем, улицу Грушевая. 12. Тоже будет сегодня. Ну, доставку я поставлю, там, скажем, с 20 до 21 часа. Вот так вот. Значит, курьера я указывать не буду. Зону, а вот зону я давайте укажу. И там это, значит, это будет Москва-центр. И посмотрим, что изменилось в рабочем месте диспетчирования. Ну, вы видите, что у нас с вами пока не указан сборщик и курьер. Ну, мы, по крайней мере, можем посмотреть, что именно надо отгрузить и общую сумму заказа. Значит, можем попробовать по зоне доставки отфильтровать. Вот. Можем попробовать отфильтровать, да, по сроку выполнения. Но фильтры, они, к сожалению, пока работают достаточно условно. Значит, это тоже все подглючивает, к сожалению. Более того, в ряде случаев, чтобы обновить информацию в этом рабочем месте, недостаточно его просто закрыть, недостаточно его просто обновить, там, нажать кнопку F5. Вот. Надо обязательно выйти и войти. Давайте я сейчас попробую это сделать. Вот. Ну, значит, к сожалению, ничего пока толком не показывает. Вот. Значит, и, в принципе, вот здесь уже может работать диспетчер, который осуществляет распределение работ между сборщиком и курьером. По идее, по идее, значит, прямо из этого рабочего места диспетчер может создать заказ клиента, создать реализацию. Вот. Может назначить сборщика, назначить курьера. Давайте я попробую назначить сборщика Андреева на данный заказ. Вот. И что мы видим? Да, сборщик назначен, но здесь пока ничего по нему не отражается. То же самое касается курьера. Назначаем курьера для данного заказа. Это тоже будет Андреев. Как видите, здесь он проставляется, но вот в этих окошках информация не обновляется. Так. Значит, а теперь давайте мы с вами сделаем вот что. Сейчас один момент. Сейчас я попробую загрузить мобильный клиент. И показать его вам. Понятно, что мобильный телефон я вам продемонстрировать не смогу. Вот. Ну, я попробовал запустить эмулятор. В принципе, как-то он работает. Но не могу сказать, что работает безупречно. Так. Значит. Давайте я сейчас переключу. Переключу на другое окошко. Вот. Значит, по идее, это уже то, что будет видно на планшете или на мобильном телефоне. Значит, мы сейчас с вами зашли под Андреевым. Вот. И напоминаю вам, что я ему дал функции и диспетчера, и сборщика. И, соответственно, вы видите, что у него сейчас заданий достаточно много. Вот. Значит. Ну, вот здесь он может назначить сборщика. Вот. Значит, я открываю соответствующий заказ. И указываю, что на заказ ЗС-003 я назначаю сборщика Андреева. Сейчас попробую это сделать. И вот тут вот как раз та беда, о которой я уже говорил. Обмен с сервером, к сожалению, работает не очень хорошо. Возможно, это какие-то недоработки, собственно, системы. Возможно, это какая-то проблема, связанная с особенностями эмулятора, которые я сейчас попытался использовать. Я намеренно не стал использовать в среду разработки. и пошел, скажем так, по общедоступному пути. Вот. Ну, вот он связан с определенными сложностями. Вот. Поэтому я сейчас не буду переключаться. Я вернусь назад и там тайком от вас назначу все-таки исполнителя. Ну, это опять-таки будет Андреев. Так, назначил. Так, и давайте я сейчас попробую. Вот, значит, ну вот я сделал назначение в 1С. И вы видите, что теперь поменялась информация в рабочем месте. Теперь я вижу, что следующая задача – это контроль сборки. вот, мне показывают, да, два товара, два товара по двум заказам. Вот, ну, здесь уже у меня почему-то вариантов для подтверждения нету. Да, ну, возможно, потому что я уже не отработал как сборщик, да. Значит, вот здесь менюшка нижняя, наушники – это функция диспетчера. Вот эта вот тележка функции сборщика – это, значит, функция курьера. Ну, давайте я начну сборку, попытаюсь опять. Вот, ну вот, смотрите, опять-таки глюк. Там по недостаточной прав для работы с таблицей справочник номенклатуры контрагентов, но это уже явно связано не с взаимодействием с удаленным приложением, это явно уже недоработка в самой конфигурации. Вот, ну, тем не менее, видите, ругнулся, но, похоже, зачел. Давайте попробуем. Вот, ну, как бы сборка у нас вроде бы получилась. Возвращаемся назад, собирается. Вот. Так, давайте предположим, что мы это собрали. Вот, ну, вот здесь вы видите, что, как бы, необходимо сосканировать, видимо, с использованием камеры мобильного телефона. Вот. Ну, это я сейчас делать не могу. То же самое здесь. Проверку сканером я провести, к сожалению, не могу. Значит, что мне остается здесь сделать, чтобы продолжить дальнейшую работу, чтобы все-таки это завершить. Давайте я сейчас вернусь назад, вернусь в, собственно, 1SRP. Вернусь, собственно, в 1SRP. Значит, и вот здесь я что хочу вам показать. Значит, еще одна настройка, которая тут существует. Статусы сборки и доставки. Значит, вот этот регистр сведений, он как раз и является основным при контроле всех операций, связанных с дистанционной торговлей. Значит, давайте откроем, посмотрим записи регистра. Мы указываем по данному распоряжению, в каком статусе находится данный заказ. Значит, обрабатывается, ну, это понятно, к сборке отправляем на сборку, собирается это в тот статус, в котором он сейчас существует. Значит, собран, сборка завершена, готов доставки, передано в курьерскую службу, доставляется у курьера, доставлен, это доставлен, отменен и возвращен, я думаю, функционал здесь вполне понятен. Значит, и вот, в принципе, если придется все-таки вот этот новый функционал программы подвязывать к реальной ситуации, конечно, надо будет в каких-то случаях работать непосредственно с данным регистром сведений. Ну, вот в данном случае у меня нет другого выбора, с учетом вот тех проблем, которые сейчас есть, да, я указываю, что у меня эти заказы собраны. Соответствующие изменения у меня должны появиться и вот в этом рабочем месте. Собраны. Вот, и теперь я могу этот статус установить уже в положении готов доставки. Так, значит, что происходит дальше? Дальше мы можем вернуться с вами в удаленное рабочее место. И вы видите, что теперь, после того, как я внес соответствующую поправку программу, у нас вот эти вот две позиции, они уже находятся в рабочем месте курьера, и мы можем начинать доставку. Непосредственно из этого рабочего места можно даже осуществить прямой телефонный звонок, не выяснивая никаких вариантов. Обратите внимание, чтобы показывать, сколько времени у нас остается для доставки. Значит, после того, как мы с вами поменяем статус по данному заказу на «Доставляется», давайте я это сделаю. Вот, ну вот вы видите, что теперь у нас есть два заказа в статусе «Доставляется». Вот, и теперь в рабочем месте появляется возможность принять оплату. Ну и указать, заплата получена, чек выдан. Ну и вот сейчас у нас все нормально прошло, вы видите, что здесь статус уже появился «Доставлен». Вот, ну, плюс ошибки связи. То же самое, принять оплату. Заказ доставлен. После того, как это все завершено, у нас сведения о доставке остаются только в разделчатый архив. Ну вот, в принципе, мы с вами пробежались по основному функционалу. Как вы видите, в принципе, функционал получился достаточно цельный. В принципе, закрываются все те моменты по дистанционной торговле, который востребован. Вот, значит, по поводу того, что функционал сырой, ну, увы, это действительно так. Значит, по поводу вашего вопроса, давайте, сейчас я просто хочу перейти в собственную РП. Значит, смотрите, видно вам, после вот тех телодвижений, которые мы делали в мобильном клиенте, у нас в кассе, операционная касса Андреев, то есть в той кассе, которая была создана именно под данного курьера, появляются денежные средства. Эти денежные средства, эти денежные средства потом перемещаются из вот этой вот операционной кассы в главную кассу, ну, я об этом говорил, и использовать для этого, в общем-то, можно совершенно стандартные документы. Да, там, только не приходный, а расходный кассовый ордер. Создадим. Создать. Вытащил в другую кассу. Из операционной кассы мы передаем в главную кассу, ну, здесь просто нету кассы по той же самой организации, я ее не создавал. Мы передаем наличные денежные средства. В принципе, совершенно стандартная операция. Какие еще вопросы возникли? Значит, ну, пока вы думаете, я вам могу только озвучить вот тот момент, который мне показался, ну, вот, недосладком. Я уже говорил, что пока еще этот функционал достаточно сыроват, ну, на мой взгляд. Вот. И скорее он существует как возможность, нежели чем функционал такого законченного вида. Вот. То есть здесь, конечно, там, разработчику есть, куда руки прикладывать, чтобы это действительно стало работать так, как должно работать. Вот. Меня несколько смутило, честно говоря, то, что у меня осталось ощущение, что данный функционал, он не очень удобен, как дополнение к существующей операционной деятельности. То есть он прибавляет, конечно, возможностей решением 1С для использования их в дистанционной торговле, но его, я боюсь, будет несколько сложно добавить уже к существующей базе данных. Он, скажем так, предполагает чуть-чуть другую логику. Поэтому это не ситуация в ключи и вперед. Синхронизация сайта. Ну, вы знаете, я в самом начале вам показывал вот эти возможности. Я их, честно говоря, не готов комментировать. Вот. Я просто указал на их существование. И если вы, конечно, хотите, то можем попробовать сделать вебинар по данной тематике. Вот. Но, видимо, даже если вебинар будет, его, скорее всего, буду делать не я, потому что вот в плане синхронизации обмена данных это не совсем моя тематика. Но у нас сейчас здесь наши устроители присутствуют. Я думаю, они это примут к сведению и вебинар на эту тематику сделают. Я так понимаю, то же самое касается Яндекс.Кассы. Подопилены версии. Ну, да, вы правы, конечно. Я изначально сказал, что, к сожалению, на мой взгляд, это несколько сырая пока версия. Кроме того, я хочу, чтобы вы учитывали, я не так просто сказал, что в 2.7 будет немножечко другая работа с резервированием. Соответственно, она может снять определенные ограничения с настройками заказа клиента, которые существуют сейчас. Так, ну что, если вопросов больше нет, спасибо за внимание. По извинениям, в 2.7 будет вебинар обязательно. То есть мы... Вот это как раз тематика моя. Она будет обязательно поставлена, как только появится версия 2.7. Пока я ее не видел. Вот, я просто знаю о тех изменениях, которые там будут. Кроме того, вот, помимо изменений в системе резервирования, да, там меняется подход к обособлению, меняется перерасчет резерва, там много чего будет изменено. Вот, помимо этого, начинает очень ощутимо меняться блок производства, там маршрутные карты интегрируются в ресурсную спецификацию. Вот, то есть там внешний вид даже ресурсной спецификации несколько меняется. По этому моменту тоже вебинар будет, но это, скорее всего, май месяц. То есть вроде бы к концу апреля обещают 2.7 запустить. Ну, соответственно, как только запустят, будем планировать вебинар. Если вопросов нету, то всего доброго. Свои пожелания по тому, какие вебинары вы хотите увидеть, пожалуйста, пишите обязательно. Мы их учитываем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!